Всем привет! Эта видео инструкция посвящена тому, как оформить свою страничку в ВКонтакте и в Одноклассниках. Значит, смотрите, я создала свою страничку. Лучше всего иметь номер телефона для того, чтобы подтвердить эту страничку. Тогда вам не нужно будет все время вводить коды, что я, собственно, и сделала. Значит, я назвала свою страничку своим именем. В скобочках я подписала название нашего проекта. Вы можете это делать, можете не делать, это не принципиально важно. Значит, смотрите, первое, что мы должны сделать, это заполнить информацию о себе. То есть, мы под фотографию нажимаем «Редактировать страницу». Вот, ну, смотрите, я тут уже, естественно, ввела свою информацию, чтобы это долго у нас не заняло времени. Вот, вы также вводите свое настоящее реальное имя, фамилию, значит, дату своего рождения. Я указала год своего рождения, чтобы люди видели, сколько мне лет, как со мной обращаться, как ко мне обращаться. Вот, значит, город, в котором вы проживаете. Ну, и дети, которые у вас есть. Так как у нас проект «Мамочек в декрете», и люди, которые, в принципе, могут работать только в интернете, ну, я, соответственно, показываю о том, что у меня тоже есть дети, то есть, тем самым привлекая других мамочек. Значит, «Контакты». Тут я указала свой скайп и личный сайт, он тоже свой указал. Когда вы создадите свой сайт, вы можете здесь указать сайт для обучения или, ну, как бы, сайт «Воронку», который вы создадите. Далее, я вписала тут, обязательно вписывайте свои интересы. Вконтакте требуют, чтобы вы заполняли, чтобы у вас был заполненный профиль. То есть, ну, и давайте возможность людям узнать более подробно о вас, с кем они имеют дело. Далее, вы указываете свое образование, это среднее образование, если есть высшее образование, и где вы работаете. Смотрите, мы не пишем слово «Арифлейм», потому что люди многие не знают, что мы хотим вам предложить. Соответственно, мы можем написать название нашего проекта, к примеру. Ну, я пишу «Бизнес-мама». Вот, или вы можете просто оставить ссылочку на свою страничку, вот так вот, и все. Вот, и у вас будет определяться ссылочка там «Вы в России, в Ростов-на-Дону», да? Вот, ну, и сохранить. Ну, служба, вы указываете ее, ну, и жизненную позицию можете заполнить. Далее, переходим на страничку. Значит, нам нужно оформить страницу фотографиями. Соответственно, мы ставим аватарку. Аватарка должна быть светлой, отражающей полностью ваш внутренний мир, то есть, что вы несете для людей. То есть, она должна быть правильной, в том смысле, что она не должна быть пошлой, она должна быть более деловой. Давайте вот выберем, то есть, как бы... У меня есть папки с подготовленными фотографиями. То есть, я выбираю фотографию. Так, выбираю фотографию. Так, уберем эту фотографию. Загружаем фотографию на аватарку. Так, загрузили нашу фотографию, подогнали ее по размерам. Далее нам нужно поставить статус. У меня это будет статус, например, набираю. Вы можете поставить любой статус, отражающий приглашение людей в бизнес. Все статусы, которые реально поставить, вам будут предоставлены. Обращайтесь к своему спонсору. Так, далее нам нужно заполнить фотографии. Мы нажимаем добавить фотографии. И создаем альбомы. Создаем альбомы, например, личные фотографии. Я вам рекомендую создать у себя уже на компьютере подобранные фотографии, которые вы будете загружать. То есть, смотрите, у меня это уже есть. Все пользователи могут просматривать наши фотографии. Так, и открываем карту. С моими личными фотографиями вы уже открываете ее. Далее, так, выбираем не только, но и тарифы. Отличные фото. Их все выделяем. И загружаем игру на личную страничку. Так, загрузились наши фотографии. Нажимаем кнопку сохранить фотографии. Вот они у нас все есть. Их можно просмотреть. Нужно обязательно просмотреть, чтобы они хорошо грузились. Вот. Замечательно. Далее мы создаем еще один альбом. Это, например, будут... Альбом будет называться «Успех в бизнесе». Создаем этот альбом. Загружаем туда фотографии. И вот у меня специальные картинки есть, мотиваторы. И их сохраняем. Вот их можно посмотреть. То есть это очень интересные картинки. Человек, который зайдет к вам на страничку, сможет посмотреть. И чем вы живете. Ну и, например, добавить фотографии, бизнес-фотографии. Ну, в принципе, да, вы создаете альбомы, а только те, которые... Фотографии, которые отражают позитив, которые поговорят о вашей жизни. В последующем вы сможете выставлять фотографии на свою страничку с ваших мероприятий, с ваших награждений. Вот. Далее, смотрите. Нам необходимо наполнить нашу страничку друзьями. Для того, чтобы это сделать, существуют такие прекрасные группы. Называются они «Добавь в друзья». Я уже состою вот в такой группе. Ну, например, мы ее открываем. И... Видите. Пишем в комментариях «Добавь в друзья». И все. Сейчас к нам будут добавляться в друзья. Почему меня попросили написать, не знаю. Вроде я подтвердилась на номер телефона. Ну, я смотрю сейчас. Так. Значит, теперь вот тут пишут, что добавлю в друзья. То есть мы колесикам можем их спокойно, быстренько так открывать. Вот. Их откроем. Вот нам уже посыпались предложения «Друзья». Ну, вот так вот можно наполнить свою страничку, поднять ее в рейтинге. Вот. Я пооткрывала их. Теперь просто кидаю «Добавить в друзья». «Добавить в друзья». И вот так все странички. Так. Теперь у нас уже добавились люди. Некоторые. Вот один человек нам кинул в друзья заявку. Мы его добавляем. Смотрим, что у нас за ответы там будет. Приняли вашу заявку в друзья. Замечательно. Так. Теперь нам нужно наполнить нашу стену. Так как у нас проект больше рассчитан на «Мамочек в декрете», значит мы заходим в интересные группы для «Мамочек в декрете». Так. Ищем, значит, группу «Мама», например. Нужно искать шоу «Мама». Вот. Замечательно. Вот есть группа публичной страницы «Современная мама». Поэтому тут есть в любом случае где-нибудь интересные для «Мамочек». Вот. И репостим себе на стену. Так. Сказки для детей прекрасны. То есть это очень хорошая реклама своей странички. То есть к вам люди будут заходить и тоже репостить. И соответственно наткаться на ваши предложения. Мы сначала с вами вот так вот припостим всякие интересные. Вот. Можем зайти еще в какую-нибудь группу. Например, группа… Есть такая хорошая группа по Фрейду называется. Вот. Вот. Замечательно. Видите, как цветок много тоже. Может мамочка. Вот это все для тебя. Вот. Вот какие-то такие вот интересные высказывания тоже, вступим в группу, например, да, вот, вот смотрите, уже к нам два человека добавились к друзьям, прекрасно. После того, как мы вот поделились такими замечательными картинками, сверху у себя мы пишем какой-нибудь замечательный статус. Значит, вам ваш спонсор должен был предоставить ссылки, с которых вы можете там посмотреть какие-нибудь интересные статусы, скопировать их себе на страничку. Вот, например, я открыла один из таких вот сайтов. Давайте выберем какой-нибудь интересный статус. Если вы где-то в другом месте увидели статус, почему бы и нет, копируйте, добавляйте к себе. Желательно, конечно, немножко его видоизменять, но как бы чтобы не повторяться. Вот, мамочки в декрите для вас, не только для вас работа, не выходя из дома через интернет, без продаж, первоначальных положений. Если вы хотите пополнить свой бюджет, на работу устроиться, пока нет возможности, напишите свою электронную почту, я вышла на нее всю информацию. Вы решите, подходит это вам или нет. Вот. Значит, давайте мы с вами добавим, только мы немножко изменим. Напишите, значит, нет возможности. Возможности. Вставьте плюс в комментариях. А я вам отвечу. Наверное, нужно переключать сейчас. Ставьте плюс в комментариях. А я вам в личные сообщения дам подробную информацию. А вы решите, подходит ли это вам. Замечательный статус. Ну и нажимаем отправить. Супер. Теперь это у нас на страничке. Будут люди к нам заходить. Видите, у нас на стене замечательное такое предложение. Такой статус мы меняем два раза в день, утром и вечером. Ну, чтобы он это, предыдущий статус мы удаляем. Замечательно. Теперь у нас к нам будут пока люди добавляться. Вот. Страничку в Одноклассниках мы организуем по такому же принципу. Будут возникать у вас вопросы. Пожалуйста, пишите в скайп, в скайп-чате или на мою одну из страничек в социальных сетях. Значит, и просьба. После того, как создадите вот такую замечательную страницу, сделайте копию ссылки и отправьте мне ее в скайп. Для того, чтобы мы посмотрели, все ли так, как нужно. Спасибо большое вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok